как мы уже видим машинка попала под город хозяин сам посчитал считал порядка 150 градусов когда я поставил лампу тут их оказалось немножко больше 151 шучу но тут на наград граден под 250 будет точно попробуем поработать с ним значит что у нас есть вот мы поставили вот таким образом на стол чтобы опять же вот заводские технологические отверстия попытаться максимальное количество что возможно отработать вмятины вот эти почему потому что народ очень часто на новых машинах не любит чтобы там что-то вот для того чтобы гайки откручивали вот там а можно ее не снимать а можно и на нее просто посмотрите чтобы она стала целая ребят таких чудес не бывает в конце концов людям если непонятно пусть делают другом месте вот мы не волшебники мы еще только учимся на волшебников и выучимся или нет неизвестно поэтому в данном случае объяснить надо людям что надо снять вот а когда сказал что тут где-то засверлить пару-тройку дырок человеку прям чуть ли плохо не стало начинаешь это объяснять глаза вылупляют а можно не надо это примерно так же как я себя веду когда к зубному врачу попадаю шутка конечно но в каждой шутке есть доля правды ну и так приступаем попробуем я пообещал что если будет такая возможность я там где нету доступа постараюсь сделать клеем посмотрим что за металл на этой машинке как он себя ведет но и все остальное по фильму станет ясно приступаем продолжаем делать как видно еще вот тут вмятина хватает есть над чем поработать в основном делаю клеем поскольку опять же чтобы не сверлить отверстий дополнительных так уже конечно боль менее ничего но опять же повторюсь эта работа на грубую потом по диагонали мы будем ставить лампу пониже подальше чтобы увидеть всякие микро складки естественно что от такого количества будет он такой поджеванный капот вот и это все надо будет править это уже будет второй этап я потом постараюсь снять чтобы это было видно но не супер-пупер камера обычный телефон вот как видно особо он не показывает вот они вмятины да они видны после града а вот такие микро складки их можно увидеть только глазом ну ничего более менее прошелся по капоту в принципе на камеру уже ничего не видно но я сейчас изображу графически что видно глазом вот глазом мы видим если провести черту вот здесь кое-где вот возле вмятин вот условно была вмятина потом когда она выравнивается идут вот здесь такие микро складочки которые которые надо разглаживать а если сверху смотреть вот вот так сейчас продолжим вот было вмятина пришлось зафиксировать чуть скотчем была вмятина но условно сделали но она не ровная она вот такими волнами вот теперь допустим вот у нас мятина была смотрим отсюда делаем вот эти вот микро складки потом ставлю вот отсюда смотрю то же самое делаю потом отсюда и вот этот вот так называемый шифер такой вот перераспределением условно вот там допустим здесь забиваем не здесь забиваем потом смотрим с одной стороны с другой стороны с третьей стороны и вот такие микро складки разбиваем почему это получается потому что вот здесь у нас паук находится и там кое-где под пауком вот есть такие блямбочки герметика где-то на нем жестко там металл не хочет перераспределяться уходить распрямляться и так далее и тому подобное где-то напряги где-то металл ослабленный а где-то наоборот он напрягивает приходится разбивать сначала так смотришь потом так 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 и со всех сторон у надо его проходить только таким образом можно более-менее распределить распределить правильно металл где-то его поднимаешь где-то опускаешь у так со всех сторон почему я собственно и сочинил вот такой стол чтобы на нем можно было фиксировать но опять же повторюсь в основном я здесь делаю клеем потому что особо тут внутри капота как мы видим окошек маловато сверлить новые хозяин слезно просил чтобы никаких дополнительных дыру сечек отверстий здесь не появилось поэтому вот приходится так по работать ну вот 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 примерно так это уже сейчас второй этап работы перераспределять волны разглажек вот мелочь эту всю какие-то пожеванности где-то забить где-то приподнять но это уже работа по плавным таким волнам если раньше от градин были вмятинки очевидные то сейчас вот эти волны они не очевидны и дабы не переделывать по 150 раз одну и ту же работу надо смотреть в общем на плоскость поэтому вот я сейчас кстати вопрос по аккумулятор вот где-то раз вот я такой аккумулятор но вот эту женину лампочку заряжаю хватает очень надолго вот такого аккумулятора я видел у ребят там огромные ставят чуть ли не наполовину вот этой подставки вполне хватает и такого так что вот такие вот проблемы возникают в принципе сейчас уже как мы видим все здесь более-менее гладенько сожалению камера я не могу передать всего этого смотрится как бы нормально но когда вот смотришь маленькие пожеванности вот они видны попытаюсь снять вот она даже шагрень видно ну понятно что на улицу сейчас этот капот выставить все будет красиво все хорошо белый цвет он эти все вещи прощает но тем не менее доделывать надо как говорится делайте хорошо плохо само получится так что вот сейчас будет второй этап работы вот очередной этап работы в принципе смотрим все ровно да все красиво там кое-где какие-то маленькие помарочки а так все нормально да ничего подобного ставим лампу подальше зажигаем вот и сразу видим кучу весь капот пожеванный весь во вмятина каналах вот как говорится они не на правах рекламы а так оно и есть не продэнт очень хорошо показывает все эти дефекты просто надо лампу далеко поставить сейчас я покажу еще получше насколько коряво получается это как бы переставляя лампу уже как бы второй этап вмятины были большие глубокие а теперь весь капот получился пожеванным естественно вот такими игрушками будем перераспределять металл чуть подглаживать и поднимать до нужной формы сейчас я покажу о чем идет речь если поковырял вмятинки мы думаем что тут все стало красиво мы очень сильно заблуждаемся вот теперь попытаюсь настроиться и снять вот просто изрытый капот то ямы то канавы все это вот теперь лампа стоит далеко все это безобразие отчетливо видно глазом еще как говорится сильнее видно все вот это вот здесь сейчас вроде видно ну чуть пожеванная на самом деле перепады очень сильные они очень хорошо видны поэтому я вот и говорю не удается снять так как вас видит но вас видит намного лучше чем в данном случае камера и теперь у нас наступает второй этап когда надо все это вывести чтобы было у нас плоскость а не кусок из жирного металла и еще раз повторюсь вот для этих целей у меня вот такие специально обученные приспособочки вот я ими буду разравнивать подзабивать и опять уже пройдусь поехали пробую сейчас снять а у вас видит камера особо не передает вот эти вот нюансики видно что он так слегка пожеванный ну вот видно а так вот такие вот как прожилочки особо не видны но глазом это все видно по оставались такие моменты где ну вот там где стоят пятачки герметика с этим воевать будем отдельно тут осталось тут штук десять на всю деталь таких вот нюансов где на мастике всякая то неровность осталось и вот такие прожилочки между ними вмятинки вот они тоже мастика видно что я тут уже колотил колотил придется острым инструментом подлезать и центр вмятинки их выдавливать через мастику ну а так более менее конечно же капот на капот похож я показываю тут под мастикой как раз на пятачке вот тоже их много пятачков под усилителем но ничего вот я показываю вот она прожилочек такой вот как раз их надо еще осаживать и потихоньку под поднимать не хочет она настраиваться вот она вот такие вот складочки идут зацепила камера их вот надо поднимать убирать и таких но еще прилично на детали вот такой результат получился это вот так лучше видно где-то конечно маленькие может не дать чутики и есть ну все таки в листве их было бы видно вот в отражении вот такая получилась работа конечно где там еще раз повторюсь маленькие недочётики и есть вот ну в общем то все получилось нормально еще раз поясню что делалось клеем не ничего нигде сверлить как мне хотелось здесь от засверлиться хозяин просил ничего нигде не сверлить дабы оставить ну вот так потренировался я чуть-чуть на капотике вот такой результат получился ну все финиш хорош